Хай! Привет! На синьку подсел? Ага! Всем привет! Давно просили меня какой-нибудь обзорчик на вино снять. И вот пришло лето, я решил, засниму-ка я обзор на вино. Возможно, кому-то пригодятся мои рекомендации. Это зависит от того, насколько вам нравятся крымские вина. Вообще крымские вина давно известны. Мы сейчас говорим не о Советском Союзе, потому что более 2000 лет виноделию в Крыму. Еще греки занимались, при римлянных занимались виноделием. И тут, если вообще копнуть глубже, то этот регион крымский, особенно юго-запад, он приравнивается к винам Бордо. То есть не уступает. Тут солнце, море, здесь климат, позволяющий получать удивительные сорта винограда. И вот об одном из сортов, это сорт Саперави, из него делают вино древних Херсонес, Инкерман. Это не реклама завода, я с ними никак не контактирую. Дело в том, что я попробовал очень много вин здесь в Крыму. У меня сложилось какое-то мнение свое, и я, вы знаете, я рекомендую только то, что я сам себе могу порекомендовать то, что я сам пью. Видите, да? Разлил, вот так вот сидя перед морем в своих думах, взять бокальчик вина, выпить. Не важно, дома ли, на природе, расслабиться. С крымским пивом намного сложнее. Крымское пиво, не все крымское пиво можно пить. Я не рекомендую крымское пиво. Об этом будет отдельный разговор. Есть пиво, которое можно пить, но в большинстве своем крымское пиво не пейте. Лучше пейте вино. По простой причине. Крымское вино вообще с алкоголем здесь очень жестко. И здесь нет суррогата. Вот есть маленькие нюансы. Продолжим. По пиву не рекомендую. Расскажу, какое пиво можно пить, которое мне понравилось, да? Не факт, что наши вкусы совпадают, но говорю вам, как человек, который варит пиво разных сортов и многократно. Не скажу, что я с амелье пивной, но в пиве тебя я разбираюсь. По вину. Вино крымское мне нравится больше, чем краснодарское. Ну, собственно, я тоже не с амелье, но так вот у меня сложилось, что крымское мне понравилось больше. И в данном случае вот древний херсонес. Оно полусладкое. У них есть рубиновое херсонес. Оно сухое. Ну, либо тот херсонес, либо этот. В данном случае древний херсонес. Сладенькое. Ну, оно почему мне кажется сладенькое, так оно не сладкое. Полусладкое считается. И в чем нюанс, ребят? Оно отдает, есть у него запах шоколада. Шоколады и фруктов. Это прям чувствуется. Дело в том, что это вино минимум полгода хранится в бочке. Дубовой бочке. Вот эта дубовая бочка придает вот этот аромат танинов шоколадный привкус. И он в вине присутствует. Не факт, что вы его сразу можете почувствовать, но он присутствует. То есть, если вы начнете реально смаковать его, пробовать, то вы это почувствуете. Древний херсонес. Рекомендую вино. Если вы приходите в магазин, оно продается... Почему именно эта марка, да? Она продается практически в любом магазине. И в Крыму вы не купите суррогат. То есть, его так просто на улице, как в Сочи, вы не возьмете вино. Не продают его на улице. Только в отдельных магазинах. Скажем так, в любом магазине. Но это должно быть проверено жестко. Здесь, говорят, Аксенов издал негласное правило, что с алкоголем не баловали. Чтобы ни одного ЧП инцидента не было с алкоголем. И это правильно. Я поддерживаю, да? Чтобы... Если уж продавали, то продавали нормально. То есть, есть домашнее вино, да? У ребят можно попробовать. Но вы его не купите. То есть, кто продает, это очень дорого. Они в Рынске даже не продают. То есть, по своим кругам. Я знаю таких людей, которые продают вино только своим. Они на них делают. Это хороший для них бизнес. Они на этом живут. И это их кормит. Но так вот по тем магазине вы не купите. И вы не портите. То есть, они таким образом продвигают культуру питья. Культуру развивают. Как, собственно, и самогонщики, и пивовары, которые разбираются в пиве, в самогоне, виске. Да? Вы уже плохой, не качественно пить не будете. И теперь, возвращаясь к вино, это все было так и риторика. Может быть, такие разгофоры. А по вино, что хотел уточнить. Про то, что сорта Саперави я вам сказал. Что есть шоколадные нотки, сказал. Оно хорошо освежает. Для вина это тоже немаловажно. То есть, вот такой жаркий денечек. Почему освежает? Потому что пить его рекомендуют при 16-18 градусах. Так оно и есть. Теплое, оно немножко так даже месковато. Но если вы его остудите, хотя бы до 16-18 градусов, оно очень приятно освежает. В жаркий такой денечек или вечерок. Выпить вина прохладного, блин, это, ребят, замечательно, здорово. И сервировка. Под что это вино хорошо идет? Шоколад. Это если вы будете пить уже как на десерт. А если просто за ужином мясо. То есть, любое мясо, будь то колбаски, либо там какие-то стейки, либо просто шашлычок. Это вино идеально подойдет к любому мясному блюду. Если говорить о цене, по-моему, рублей от 300 до 400. Ну, почти 400 рублей. Вот, если точно быть честным, вот в 19-м году летом оно стоит почти 400 рублей. Но оно того стоит. То есть, вы должны понимать, что виноград, ну, кто занимался, кто понимает, что качественный продукт не будет дешевый. Но я не скажу, что такое вино, оно такого качества, и очень, ну, я считаю, что 400 рублей это дешево, для вина такого уровня. То, что это по моим рекомендациям. А так, если у вас какие-то есть вопросы, хотите по вину поговорить, рассказать о... порекомендовать, какое вино попробовать и рассказать о нем, давайте скидывайте комментарии, пишите. И тогда мы здесь все это под этим роликом разберемся. И следующий ролик уже будет о том вине, который наберет максимальное число запросов, на что мы будем снимать обзор. А так, ребят, всем отличного здоровья, приезжайте сюда в Крым, можем встретиться, поговорить, выпить и пообщаться. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok